Итак, ребят, меня зовут Дмитрий Яковлев и, как я и говорил, я вас привез непосредственно на мыс Фиолент. Фиолент находится вот с той стороны, совсем за мной. Он находится в 10 метрах от нас с вами. И давайте сейчас туда пройдем и посмотрим, насколько он красив. Наш севастопольский Фиолент, это крайне важно. Кстати, еще раз повторюсь, что это очень красивое место не только в Крыму. Ну, одно из самых красивых мест не только в Крыму, но и, наверное, во всей Европе. Вот примерно так. Итак, здесь достаточно большое количество автомобилей. Это говорит, что место, наверное, востребованное. Может, говорит о том, что здесь дачный кооператив. Кроме того, вот эти дома, которые здесь поблизости, они сдаются непосредственно в аренду туристам. И туристы потом спускаются уже вниз. И поэтому, оставляя здесь машину, как-то, в общем, пытаются двигаться вперед. Давайте я ухожу из кадра и посмотрим на эту красоту. Извините за завал. Да вы что? Смотрите, хочу обратить внимание, насколько здесь прозрачная земля, ребят. Господи, какая земля, вода. Народ купается, в принципе. Единственная проблема здесь, конечно, спуститься. Если мы посмотрим вниз туда. А вот как-то так. На самом деле, конечно, страшно. Если вы посмотрите, как я стою, то я одну ногу подставил сюда. И уже выхожу за рамки, за границы. Дело в том, что я никогда не снимал здесь камеры. И такого ракурса здесь особо не было. Но в данном случае это здорово, что есть камеры, которые можно высунуть за пределы этой горы, этой скалы. И снимать вот именно уже с такого ракурса. Это придает, наверное, некий дискомфорт даже глядя. Итак, давайте мы посмотрим на обилие народу. Значит, наверняка вам еще не видно. А может быть, уже и видно. Как вы заметили, вот здесь первая какая-то площадка. Она деревянная, насколько я понимаю, с лестницей. И на этой лестнице, на этой площадочке деревянной, на этом постамете находятся две палатки. Причем одна палатка находится внутри. Как это называется? Шалаш там или что? С антимоскитной сеткой. Рядышком справа находится под деревьями едва видна крыша какой-то тоже белой палатки. Значит, вот там вот, следите за рукой. Значит, что-то накрытое коричневой тряпкой, скорее всего, что там тоже люди отдыхают, палатка. Ну и сами видите, на берегу зонтик. Что-то там матрас водный. Ну и так далее. Конечно, здесь не очень много людей. Просто потому что достаточно сложно туда спуститься. Единственное, наверное, можно приехать на катере, либо спуститься вот там по краям. Если мы пройдем дальше туда, то мы увидим, что... Сейчас очень сильный ветер, прошу прощения за качество звука. Значит, если мы пройдем сюда дальше, то мы увидим, что здесь вот, смотрите, зеленый навес первый и немножко голубой навес. Кроме того, если мы посмотрим дальше по склону, то там у нас идет три синие палатки. Одна какая-то зелено-глазурная или лазурная, да, лазурная скорее. И тоже еще какой-то синий и желтый, какой-то вот что-то там такое. Видите, наверху стоят люди рядом с домом, таким стильным, бело-стеклянным. Значит, стоит несколько человек. Возможно, это вам не видно, конечно, но я вам заявляю, что это факт. Там стоит три или четыре человека. Один взрослый в белой майке, двое. В общем, неважно, группа из четырех человек. А вот, и они сейчас будут спускаться вот именно по тому склону вниз. Затем по этим маленьким тропинкам, тоненьким, очень опасным на самом деле. Они будут спускаться вот вниз, идти вот в эту сторону и здесь уже распределяться непосредственно по побережью, по этой лазурной бухте. Обратите внимание, вот с той стороны в том числе тоже есть несколько палаток. Если мы обратим внимание ниже, вот этот горный какой-то скальный массив, да, то мы обнаружим тоже там несколько, ну, не несколько, там, наверное, десятки отдыхающих. Не знаю, сколько там, может быть, десять даже человек. То есть, действительно, это интересно. Ну, и кроме того, я все-таки вот так вот стою, опасаюсь, потому что кто его знает, что здесь за люди бывают. Всего лишь одно движение, я улетел вниз. А лететь вниз мне, как вы понимаете, не очень хочется. Уж как-то... Уж как-то совсем не хочется. Итак, мы можем здесь еще наблюдать несколько лодок. Кроме того, что здесь очень прозрачная лазурная вода. Значит, мы видим несколько лодок. Значит, каяк мы видим впереди вот там. Мы видим здесь какую-то лодку. Опять же, это, естественно, три лодки, все моторные. Давайте я через травочку поснимаю. Это очень красиво. Наверное. Вот лодка, вот лодка и вот лодка. Три лодки и один каяк вот там. Затем у нас идет... Это у нас, получается, не лодка. Вот, видите, с большой скоростью идет. Скоростная. Это, насколько я вижу, это мотоцикл водный. Ну, и вот там вдалеке совсем идет уже большой... Ну, правда, не совсем большой, но довольно крупный морской катер. Вот. Что еще можно сказать? Было бы крайне здорово, ребят, Если бы власти, типа, задумались именно над... Не только над чистотой вот этой всей при морской территории. Ведь, посмотрите, сколько здесь мусора, грязи, окурков, так сказать, бычков. Ну, и всего остального, ребят. Да, ну и сама вот смотровая просто. Она просто говорит, оградите меня какой-то вот... Каким-то турникет, да, я не знаю, что-то в этом роде. Оградите меня, чтобы люди могли создать зону комфортную, уникальную, для того, чтобы можно было с восторгом наслаждаться за этим зрелищем. Причем, как житель Севастополя, я хочу сказать, что закат у нас вот в той стороне. И это говорит о том, что здесь можно стоять и наблюдать за прекрасным закатом. Кроме того, здесь бывают гигантские волны. И тоже это очень круто наблюдать. Так, я рискну. Ух! Не хочется заканчивать жизнь в таком красивом месте и таким... Потому что еще порывы ветра довольно сильные, ребят. Вот примерно так это выглядит. И это действительно круто. Это очень здорово и очень красиво. И я завидую отчасти тем людям, которые находятся вот там. Кстати, я хочу сказать, что как житель города Севастополя, я всего лишь один раз был внизу вот там. И на самом деле для меня это вот реально является проблемой. В том плане, что хороший спуск подразумевает достаточно тяжелый подъем. Если мы можем, допустим, говорить о ребятах на лодках, которые, в принципе, наверняка подвозят, могут подвезти. Допустим, с той же самой Балаклавы или Артбухты. Нет, Артбухты, наверное, далековато. А вот с Балаклавы, в принципе, не так далеко. Вот с той стороны здесь находится у нас Балаклава. Ну, сколько? Километров 10, наверное. И они вот так вот, огибая весь этот мыс, они стремятся вот сюда и могут, в принципе, вас привезти сюда за какие-то уже достаточно серьезные деньги. То есть, если мы, допустим, платим, кто-то мне говорил, 4 тысячи с лодки, а в лодке там может быть 12 человек. Сами посчитайте, пожалуйста. Сейчас нет возможности немножко об этом думать, о математике. Но вот представьте, вот вы заплатили, допустим, те же самые 4 тысячи рублей и вас привезли сюда. Вы здесь отдыхаете, вы здесь получаете удовольствие, вы можете здесь жить неделю. И потом просто-напросто, я уверен, что связи там нет. Если она есть, то даже если ее и нет, вы можете абсолютно заранее договориться с водителем катера, с хозяином катера, чтобы он вас забрал ровно через неделю. Ребята, это очень круто. Если у вас будет такая возможность, конечно, приезжайте и получайте удовольствие от этой красоты. Еще раз вид отсюда. Чтобы вы понимали, какая все-таки высота, представьте, сколько здесь. Но я вам скажу так. Отсюда вот от этих людей, девочек, двух и одной женщины до самого низа примерно 150 метров. То есть катиться, ребят, сами понимаете, не очень хочется. И мы этого делать не будем. Ну и, собственно говоря, на этом я и хочу закончить. Собственно говоря, если вы действительно были приятно удивлены этой красотой, этим видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Ну и напишите комментарий. Я буду очень признателен и буду воспринимать это как благодарность. Ну и все, ребят. Всем хорошего настроения, удачи и пока-пока. Давайте. С вами был Дмитрий Яков. С вами был Дмитрий Яков.